И вот она светит, байкальская баня, приятным фасадом, как будто бы дом. Призывно глядит, зазывает и манит своей красотой и горячим теплом. Нам надо переплыть будет через Ангару в порт Байкал. Мы добрались до дачи Валентина Распутина. Видите, как вот с улыбкой на нас смотрит? Ведь молодцы, что помните, приходите. Сейчас мы находимся на веранде в бане. Веранда выполнена открытая, чтобы можно было видеть Байкал. Всем доброго дня, с вами компания Печной Мир. Сегодня мы приехали сделать обзор бани. Находимся мы сейчас на Байкале, в поселке Листвянка. Но нам надо переплыть будет через Ангару в порт Байкал. Там мы установили неделю назад баню. Сейчас мы покажем ее. Но это не все. То есть баня установлена в музее Валентина Распутина. То есть это дача, где он творил, писал. Одно из самых известных его творений. Это прощание с матерой. То есть как раз на этой даче это было все написано. В порту Байкал нас встретит поэт Владимир Скиф. С ним мы пройдем на дачу, посмотрим баню, пройдем на дачу. Попьем чая, поговорим. Я думаю, что у Владимира много интересных стихов. Какие-то из них он нам расскажет. Ну и вообще проведем время. Я думаю, что интересно будет посмотреть бытность. И тем, кто даже не интересуется печной и банной тематикой, будет интересно съездить туда в виде экскурсии, посмотреть место. Я был там один раз, мне понравилось. Место очень красивое. Минимум транспорта. Такой туристический маршрут, можно сказать. Единственная река, вытекающая из Байкала, от Ангара. Впадает очень много рек, а вытекает только одна. Он, как раз, вот в этом месте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, слава Богу. Добрались и до вас. Добрались. Мы добрались до дачи Валентина Распутина. Владимир Петрович, вы сейчас здесь также пишите, творите. Постоянно, очень много. Да, и это супруга Евгения Ивановна, правильно? Правильно. То есть вот сейчас как раз мы пройдем по даче, посмотрим, расскажете. Как взаимосвязано все это, да? Да, как это все было и как сейчас есть. Ну, а до бани мы потом уже дойдем. Ну, хорошо. Ну, вот вы находитесь в усадьбе, где жил Валентин Григорьевич Распутин. Это было в 70-е годы. И, ну, тут очень простой домик. Там после пожара мы построили веранду. А раньше были синие, буквально ведро с водой поставить. Очень маленькие. Он даже в рассказе в одном писал, что домик мой небольшой. В комнате два окна, одно смотрит на улицу, другое на Байкал. Ну, вот эти окна. Он как раз про этот дом, да? Да, про этот дом. А работал он в основном в летней кухне, в хозяйской. Здесь жили люди, которые построили эту летнюю кухню. Видимо, форося там варить. Но строили мальчишки. И с годами, когда с горы все время течет, дом же под горой, ни на стульях, ни на каких, он просто стоял на земле. И, конечно, он начал рушиться. Сломалась печка свалилась, пол, на крыше деревья росли. Он всегда смеется, но это так и было. На крыше прям? Да, прям вот эта маленькая крыша. На веранда. На веранда. И он здесь жил, работал. Он здесь закончил повесть свою «Живи и помни» очень хорошую. Написал здесь «Прощание с матерой». Очень много рассказов. Вот видите лиственницу? У него три ствола было. Во время урагана 1 мая один ствол накренился и над домиком повис. Это была такая опасность, что он обрушится. И наконец спилили. А там жила ворона. У него был гнездок. Раз три ствола. И у него гнездо там. И у него с дочкой была такая игра. Они все время с ней разговаривали, с вороной все, и рассказывали. И как-то вот он был в городе. И спрашивает Марусь, что передать вороне? Она говорит, ну передай, что мы с Мариной в садике поссорились. Она мне язык показала. Вот такие истории. Ну вот. И ворона так и прилетает. Гнезда уже нет. Ну вот. И потом он успешно здесь работал. А потом началась великая стройка БАМ. И пошли поезда. День и ночь. Груженные составы. Здесь стояли 4 крана. Скиф даже эпиграмму написал. Получается была дорога туда? Так она и есть. Она и есть. Но она по кругу же шла раньше. Раньше, да. Нет, в это время уже она была затоплена. Она была двойная, а потом одну колейку сняли. Да, сделали одну колейку. Вот. И тут был погруз участок. Работали краны. Скиф, ваше слово. В порту Байкал. Стальные краны. Покой Распутина поправ. С акцентом явно иностранным. Грохочут голову задрав. Ганцы стояли. Ганцы. 4 немецких крана. Ну грузили все. Машины. Бревна. Уголь. Контейнеры здоровые. Мой вид все-таки был на Байкал. А сейчас-то все загорожено. Завод-то еще раскрашивают непонятно чем и как. Ну хотя бы раскрасили. Уже не все накоричнево. Ну раскрасили, да. Ну вот. И со временем ему стало тяжеловато здесь работать. Потому что все-таки... Ну ладно, вот Скиф когда пишет, ну это стихи. Как-то он умеет сосредоточиться. А когда большое произведение, тут грохот, шум, гам. День и ночь поезда. И они купили дачу на 28-м километре Байкальского тракта на берегу залива. А эту подарили нам. Так как мы ближайшие родственники. Ну пойдем теперь в домик покажем. Пойдемте посмотрим. Да, что там происходит. Вот видите рюкзак это его старенький. Горбовик. Вчера девочки, школьницы ко мне приходили из местной школы. Трое. Говорят, а это что такое? Говорят, это горбовик. Вы что не знаете? Вы же здесь живете. А у нас таких нет. Не ходят, видимо, люди за ягодами. А он ходил. Вон сапоги у него. Рюкзачок, корзиночка. Обратите внимание двери. Все ручки, все заслуги, все сохранили. И даже замок. Она прям видно, что такая серьезная. Старая, конечно. Заходите перед домом. Вот так просто живут, жили известные советские писатели. Стол, это его стол, сохранился. Топчан. Карандаши остроточенные, твердые. Он писал только карандашами. Вот посмотрите, какой почерк. Да, мы тогда вот смотрели. Я так не смог прочитать ни одного слова. Да, очень сложно что-либо прочитать. Но это уже музейщики нам все копировали, потому что говорят, что подлинник нельзя. Руки люди берутся, отберутся карандаш же. Ну, его любимые журналы, наш современник, Москва. Его любимые Пушкин, в основном, современников. Достоевский, переписка. Очень любил Сент-Экзюпери. Очень, без него не засыпал, на ночь вычитал. Вот очень все просто. Вот видите, как стол, топчан, печка. Печку тоже заново сложили. Такая же, как была печь. Она чуть-чуть меньше. Плита, заслонки, все старое. Чайник старый. Заварной чайничек. Вон, бидончик за молоком ходить. Даже, смотрите, музейщики молодцы, нашли где-то чай индийский. Коробочку старую. Очень интересно. Потому что сейчас где его найдешь? А раньше пили только его. И он очень любил чай. И у него ритуал был. Обязательно вот утром чай, в 5 часов вечера чай. Крепко заваренный. Да, он очень любил заваривать чай. Именно крепкий. Да, и он записан, даже у него в рассказах есть, как он ожидает, когда закипит чайник, печка будит. И как он заваривает чай, как он ждет первого глотка, обжигающего. И как он пьет. Ну, вот покажем вам саму скамеечку, которую он сделал. Он там любил сидеть и пить чай. Давай прочитаю стихотворение, которое я написал 18 марта, как раз на третий день после его смерти в 2015 году. Он же в Москве умер. Если бы по московскому времени, если бы по иркутскому времени, он бы умер в свой день рождения. Получается. Писал всей болью, всей кровью, не повышая голос свой над русским домом, русским ладом, над светоносной рекой. Но голос тот звучал набатом, как в битве на передовой. Он сердцем собственным латает, пробитую в России брешь, куда держава улетает, и с нею тысячи надежд. Его над бездной проносит несчастье и самых горьких вал. Но он не мог отчизну бросить, оставить без любви Байкал. И снова шел сердечной речью к своим надежным землякам, к озерам русским, ясным речкам, таежным далям и лугам. Ему внимали грады, села, родная церковь, темный лес. Звучит его бессмертный голос, как голос совести с небес. Ну вот, больше месяца, месяца два шел ремонт этот. Они полностью снесли дом, совершенно. То есть с нуля его восстановили. С нуля, с нуля все. И печку, и все. Доски некоторые оставили. Да, ну вот двери оставили старые, замок старый оставили. Эти рамы были, вот эта старая рама. Там сделали новое на веранде, все разломано было. Ну вот, как была черемуха, так и стоит черемуха. Так же под окном, да? Да, под окном, да. Ну и вид-то было, она была поменьше, и не было завода. Ну и так видно Байкал, в принципе. А что ему еще надо? Он поработал, прилег, отдохнул. Дети в доме, никто не мешает. А когда осенью все уже разъезжались в садики, в школы, то он тогда работал в большом доме. Он и там работал, естественно. А вот этот коврик, обратите внимание, как вы думаете, с чего? Ну, как глаз, алмаз? Ну, это нарисованный, мне кажется, но на линолеуме нет. А, линолеум, да. Ну, по крайней мере, видно по краю, что там это. Да, да. А многие не угадывают, говорят, тканный какой-то или еще какой-то. Ну, это кусок линолеума или нарисованный? Кусок линолеума просто его, нет, кусок линолеума. Он просто его привесил, ну и звездка, чтобы не пачкаться. Прилег отдохнуть, встанешь весь звездкой, он привесил. Тоже музейщики брали бы в реставрацию, реставрировали. Реставрировали. Да, да. Вот какие чудеса бывают. Вот, вот так было. Хорошо. А ему больше ничего не надо было. Сейчас остаться одному, сесть. Конечно. Получается, так скажем, поймешь, что это все как было. Не знаю, день посидеть. Ну, здесь хорошо. Все-таки деревянный дом, всегда деревянный. Видите, как улыбка на нас смотрит? Молодцы, что помните, приходите. Вот написал, живи и помним. Мы живем и помним, да. Следуем его заветам. Очень хорошая улыбка, такая добрая, приятная. К нам, когда экскурсия приходит, мы ставим этот портрет на столик, там букет цветов, и Скиф читает стихи про него, про вампила, про байка, про все на свете. И вот он с нами присутствует. А это просто мы шли 1 мая. Раньше же на демонстрацию ходили, сейчас ничего нет. Со мной был приятель, фотограф Вовка Харитонов. И мы встретились случайно с Распутиным и с Сережей, с его сыном. И он нас просто заснял, дал мне какие-то свои штативы, там ничего не держать. И вот вы так случайно, у Сережи стоит коровку конфет держит в руках, видимо, кто-то подарил. В Москве есть переделки, где живут писатели, поэты. И он написал про всех, кто здесь жил. Это байкальская переделка. И про Распутина, и про вампила. Вампилов собирался дом купить за несколько дней до своей гибели. Он приезжал в дейдом. Собственно, здесь, на Байкале. Тоже на Байкале. Глеб Пакулов, писатель, художники. Аносов, Новикова, Житков, Димов. До сих пор жив. Вон там портрет видели Скифа? Да, наверное, Пакула Байкала. Ему 89 лет. Он жив. И вот мы недавно к нему в гости ходили, к Льву Борисовичу. Тоже здесь очень много людей. И вот он про всех, про них написал. Сюда воду заливают, да? Тогда пар, чтобы был пар. Для подачи она внутри, каменка есть внутренняя, есть наружная вот эта. То есть, та, что во внутрь попадает, как раз отсюда мы можем залить ее. Ну, чтобы в более горячие камни попасть. Ага, ясно. А воду заливаем вот так. Воду заливаем отсюда, то есть это для горячей воды. А вот посоветуйте, как нам ее провести лучше? Воду. Ну, у нас насос, шланг есть. Ну, вообще, бывает, что ставят... А, на емкость. На емкость для холодной воды. Да. А с нее уже наливают или так добавляют? Ну, Артем тогда через окно. Я ему подавала, через стол на веранде. Шланг не доходил. И я в ведро наливала, он забирал через окно. Свежий воздух с улицы. Оттуда выводим старый, сырой. Ну, не сырой, а когда лучше его открывать, когда уже помылись. Потому что верхняя точка, она как раз самая тепло. Ну, какое счастье вы нам доставили. Этой бане, это просто чудо. Ну, что вы так долго думали о бане, да? Ну, как-то, ну, и денег не было, и их сейчас не очень много. Но все равно, это, ну, просто небо и земля. Солнышко светит, видите? Байкал видно. Ну, так нарядно смотрится. Я кому посылала, все. О, красавица! Ой, что только не говорят. Здорово! С новобаньем вас, Елена. Здесь еще название у нас, ну, самих бани соответствует байкальским. Да, вообще здорово. А там даже вот красный плакат прибили ваши ребята. Новые бани. Сережа Артемьев, у них все время заходят, спрашивают. У них же тоже висит байкальские бани. Сейчас мы находимся на веранде, в бане. Веранда выполнена открытая, чтобы можно было видеть байкал. Порядка полтора на два с половиной метра. То есть достаточно, чтобы поставить столик, лавочки и посидеть. Здесь поручни, перила. Можем заходить свободно по лесенке. Сейчас проходим в баню. То есть здесь у нас такая дверца аккуратненькая. Все выполнено в коричнево-белом стиле, с выделенной текстурой дерева. Также видим нашу табличку байкальской бани. Мы попадаем в комнату отдыха. Размер полтора на два с половиной. Есть окно открывное, чтобы можно было запустить свежий воздух. Как правило, ставится лавочка. Все розетки, включатели мы видим здесь. Печь стоит здесь фирмы Везувий. Так, сейчас мы находимся в парильном помещении. То есть что мы здесь видим? Это кедровая вагонка. Проливные полы сделаны из лиственницы, чтобы не гнили. Все сделано в один слив. Печь здесь стоит фирмы Везувий. Печь Астон. С возможностью подачи воды во внутреннюю часть каменки. То есть за счет горловины. И наружную часть. Воду мы получаем от бака на печи. Сделана вентиляция проточная. Так скажем, приток воздуха с улицы. Если мы увидим вот здесь решеточку, которая открывается, то есть она дает приток с улицы свежего воздуха и выход на улицу. То есть вот таким образом. Но это уже когда протопили, то есть открываем, весь воздух уходит. И также у нас есть здесь еще один канал. Внутри он спрятанный. С выходом на улицу. То есть он самовентилируемый, так скажем, работает сам по себе. Мы его не закрываем, он всегда открытый. Выход идет под полком. Там у нас сделано отверстие внутри. То есть его камера не будет видно, но технически он внутри проведен. В такой бане мы парились четвером. То есть достаточно места было, ну именно погреться, не то что поработать там с веничком. А именно погреться, посидеть, получить, так скажем, первый нагрев. Ну вообще хотелось бы показать именно качество наших бань, как мы их делаем. То есть здесь, я думаю, невооруженным глазом видно, что сделано все очень качественно, щепетильно. К каждому шовчику подход. Заказчики уже позаботились, взяли шайки, масла, шапки, даже веник вот есть. То есть люди подошли тоже с толком. То есть уже готовы к получению пары. Я думаю, что день-два и они уже будут здесь париться. Баня устанавливалась два дня. На производство бани ушло 10 дней. Устанавливалась два дня. То есть в принципе за двухнедельный срок, я думаю, это нормальный результат, чтобы человек от заказа уже пришел и попарился в своей бане. Так что вот такие баньки мы делаем красивые. Обращайтесь. Всегда готовы принимать заказы, делать подобные вещи. И опять же мы подходим индивидуально к каждому. То есть в данном случае было пожелание, чтобы был выход на улицу, чтобы как раз можно было наблюдать Байкал. Здесь мы это воплотили. И я думаю, что очень интересно. Тем более здесь пишут стихи. То есть человек занимается стихами. Это место, я думаю, оно будет, так скажем, таким рабочим местом. Даже не обязательно. После бани просто сел с видом на Байкал. Мысли приходят очень интересные. Эта баня, этот новодел замечательный, не может не вдохновить на стихи. Правда, я их уже написал, но пока они в работе, эти стихи. Думаю, что будет и дальше. И вот она светит, Байкальская баня, приятным фасадом, как будто бы дом. Призывно глядит, зазывает и манит своей красотой и горячим теплом. Прохожие смотрят, проходят, девятся рожденному чуду и тем, кто создал Байкальскую баню. Им надо стараться, чтобы житель сибирский свой быт улучшал. Что я и сделал с моей женой, мы сделали, улучшили свой быт. Поскольку у нас баня была такая уже зачуханная, если можно привить такое слово. Ну, то есть давняя там все уже пришло, ну, в такую неприличную уже историю. И пол проваливался, и печка была сшита из железных листов местным тут жителям. Вот и поэтому эта баня, как небо и земля, с тем, что у нас было. Спасибо за такие красивые слова, прям это, да, душу берет, да, что мы делаем, что дадим вам, ну, и вообще своим покупателям, частичку себя, скажем, в наших банях. И я думаю, что мы будем только радоваться. Точно, точно, совершенно. У меня жена счастлива, просто она вот все эти дни, когда баню привезли, она просто и звонит, я уже домой уехал, она звонит и говорит, какая красавица, она уже жить без нее не может. Удивительно, конечно, хорошая работа, хорошая. Хорошо, я, мне прям тоже, как бальзам на душу, что вам нравится, что, ну, и вообще, ее и будет видно здесь, и место для творчества, я думаю, будет очень хорошее. Верандочка-то не зря, там место для творчества. Да, надо, на этом мы сегодня наш обзор будем заканчивать. Да. Спасибо, что смотрят нас, наши зрители же на том конце провода. Я думаю, что многие узнают даже о самой усадьбе Валентина Распутина, получается, и к вам будет так же, вас посетят. Сделали большой вклад в ваши гостеприимства, что вам будут люди приходить. И что действительно работает, живет, и до сих пор работает и живет душа Валентины Григорьевича Распутина. Дай Бог, то, чтобы это имя осталось никогда, но и останется так, потому что это гениальный писатель. Но если будем об этом говорить, и будут люди это слышать... Вся планета знает этого писателя, который жил в Сибири, родился в обыкновенной деревне и стал знаменитым на весь мир. Спасибо. Валентина Петрович, вам большое спасибо, что приняли, напоили чаем, пирожки были очень вкусные. Ну, будем, видимо, когда рядом, заходить к вам в гости. Конечно, конечно. Спасибо, спасибо. Ну, все, всем пока, ваш Печной Мир, всего доброго.